сразу за пределами уединенной рыбацкой деревни на тихоокеанском побережье канады начинается царство медведя гризли в конце сентября 100 тысяч лососей идут на нерест повинуюсь зову природы гризли ждет один из самых роскошных природных шведских столов здесь собираются десятки особей медведи пируют у водоемов наполненных жизнью один из самых интересных сверх хищников им безраздельно властвуют на берегах этого удаленного и скрытого залива пир гризли в водах у северной части острова ванкувер кипит жизнь одна из дорог острова ведет к живописной бухте в северной части тихого океана свое название бухта телеграф получила потому что находилась в конце телеграфной линии кэмп был ривер проходивший через весь остров ванкувер в 1911 году когда-то здесь занимались лесозаготовками и засолкой лосося сейчас это популярное место для экотуризма до заповедника гризли можно добраться только на лодке от причала бухты телеграф мимо северного побережья острова хансон сквозь лабиринт протоков архипелага броттонг бухте найт воды которой кишат лососем в двух часах пути в заливе глэнд элков находится укромное место паломничество голодных гризли западного побережья здесь будто попадаешь в прошлое ранним утром эти берега укутаны туманами в дождевом лесу умеренного пояса в воздухе много влаги даже когда осадков нет воды вокруг острова ванкувер богаты разнообразной фауной дважды в год лосось возвращается в эти места на нерест а хищники приходят сюда кормиться белоголовые орланы в поисках легкой добычи вглядываются в воду косатки собираются у побережья но именно огромный и мощный медведь гризли является легендой в этой части света всех этих хищников привлекает один вид животных лосось тысячи рыб устремляются сюда из тихого океана проведя жизнь в бескрайних соленых водах они возвращаются туда где родились в русло мелких пресных рек соленые и пресные воды встречаются в этом эстуарии здесь сила течения возрастающая с приливом побуждает лососи заплывать в бухту отсюда начинается непростой ход лосося к верховью реки а выше по течению службы охраны природы сделали все чтобы помочь лососёвым на нересте в середине реки установили плотину для создания более сильного течения лососи плывут против него каким бы быстрым оно ни было инстинкт и потребности побуждают их рисковать жизнью преодолевая невероятные препятствия плотина создает больше нерестилищ для рыб и прекрасные рыболовные угодья для медведей это двухлетняя самка гризли смогла отточить здесь свои навыки рыбной ловли и и шерсть по большей части коричневая но на кончиках имеет белый и серый оттенок из-за чего кажется что мех спросить и вот почему эти бурые медведи получили название гризли или седые медведи гризли очень крупные они достигают двух с половиной метров в высоту стоя на задних лапах и весят более 360 килограммов когда весишь как мотоцикл харли-дэвидсон то и пищи требуется много до 40 килограммов в день практически постоянно гризли что-то едят их рацион обычно состоит из орехов ягод листьев корешков и клубни но перед длительной зимней спячкой им надо набрать вес для этого они поедают лососи богатые белками и жирами нерестящаяся рыба именно то что необходимо медведям у этой могучей медведицы так хорошо развиты органы чувств что она может определить где самец лосося а где самка чтобы получить максимальную пользу от обеда вместо самцов она выбирает самок с калорийной икрой при таком обилии рыбы медведица может быть разборчивый она есть только брюшки самок лосося а все остальное выбрасывает но объедки не пропадают зря морские птицы с удовольствием их подбирают когда лосось только прибывает на нерест голодные медведи готовы проглотить почти все части рыбы кроме кишок но насытившись они становятся более приверегливыми и выбирают самые питательные и жирные части лосося мозги икру и кожу один медведь может выловить из реки более 500 рыб за сезон когда лосося так много обычно живущие обособлено гризли собираются на берегах бухты на и чтобы попировать можно часто наблюдать десятки медведей кормящих и пиршество гризли только начинается пока медведи набивают желудки морские создания тоже прибывают сюда кормиться в небе светит солнце кажется на острове ванкувер все спокойно но в глубинах этого залива живут гиганты в небе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Косатки делят ледяные воды пролива Джонстон с горбатыми китами. Эти могучие существа могут погружаться под воду на продолжительное время. Известно, что горбачи способны задерживать дыхание на полчаса. Но обычно они всплывают на поверхность каждые 5-7 минут. У горбатых китов Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для этого они отправляются на рыбалку. Когда горбатые киты ныряют, рыбы и криль собираются у поверхности, формируя так называемый шар. Тысячи морских птиц атакуют его с воздуха, присоединяясь к пиршеству. Здесь горбачи охотятся сообща, объединившись в пары и тесня стаи птиц, чтобы насладиться питательной рыбной трапезой. Горбачи — усатые киты. Это значит, что на каждой половине верхней челюсти у них располагается до 400 пластин китового уса с бахромой. Китовый ус длинный, жесткий и похож на пластик. Для китов это своего рода фильтр. Горбатый кит открывает пасть и наполняет ее водой. Он может вобрать в себя до 57 тысяч литров. Затем кит выталкивает воду, отцеживая криль с помощью китового уса. Обед готов. Все съеденное дает киту энергию для скольжения в воде и даже прыжков из нее. Мощные хвосты позволяют им с удивительной скоростью и грацией плыть к поверхности. Горбачи также делают то, что биологи называют лаптейлинг. Это когда кит высовывает хвостовой плавник и бьет им по поверхности воды. Ученые не знают точно, зачем киты это делают. Есть предположение, что так они сбрасывают паразитов с кожи. На теле кита встречаются три разных вида рачков-обрастателей, а также китовые вши. И если собака чешется, то кит выпрыгивает из воды. Несмотря на все то, что мы о них знаем, киты остаются одними из самых таинственных животных на планете. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok В реке обитает родственник медведя-гризли – барибал. Барибалы – самые мелкие из всех видов медведей в Северной Америке. Они в два раза меньше гризли. Но размер и цвет – не единственные их различия. У барибалов нет явно выраженного горба между лопаток, как у гризли. Их спина выглядит более гладко и плоско. Отлив обнажил множество пляжей на острове, и барибалы забредают сюда в поисках пищи. Обычно они не заходят на территорию гризли, но пока те заняты ловлей тысяч лососей, угрозы для барибалов нет. Они переворачивают показавшиеся из воды камни и ищут, чем поживиться. Эти медведи всеядны. Они проглотят все, что смогут найти, чтобы удовлетворить свой ненасытный аппетит. Под камнями обнаруживаются личинки, растительность и мелкие морские обитатели. Суп, салат и второе для голодных барибалов. Лапами они аккуратно переворачивают каждый камень, а затем слизывают водоросли, которые были под водой еще час назад. Тонкий нюх позволяет им находить пищу в обнажившейся почве. На этих островах у них почти нет естественных врагов. Только гризли потенциально могут им угрожать. Медведи-гризли в два раза крупнее барибалов. Они вдвое опаснее, когда раздражены. Горб между лопаток гризли — это груда мощных мускулов, дающих медведю необычайную силу. Бальцы медведя-гризли расположены ближе друг к другу, чем у барибалов. Пяти- или десятисантиметровые когти гризли предназначены для копания и особенно полезны для того, чтобы вылавливать лосося из воды. Хотя обычно гризли неспешные и косолапы, они могут двигаться стремительно, когда захотят. На коротких дистанциях гризли развивают скорость до 50 км в час, гораздо быстрее любого человека. К тому же гризли — отличные пловцы. Они грациозно передвигаются в воде в поисках пищи. Рыбалка — дело непростое, и медведям следует беречь энергию перед зимой. Медведица готовит место для сна. Здесь они устроятся вместе и хорошо вздремнут после еды. В бухте морские львы и чулени наслаждаются пиршеством. Скоро ход лосося достигнет своего пика. Сюда придет множество медведей. Испокойствие будет нарушено. У побережья острова Ванкувер обосновалась группа тюленей. Для них одними из самых опасных врагов являются транзитные косатки. Эти хищники могут закусить тюленем, который весит 140 кг. К счастью для тюленей косатки приплыли сюда ради легкой добычи. Идущих на нерест лососей. Сегодня тюленей в меню нет. Тюлени вырастают до 180 сантиметров в длину и относятся к семейству настоящих тюленей. Так как у них нет наружных ушных раковин. Но есть характерные В-образные ноздри. Тюлени плавают, работая ластами и совершая волнообразные движения туловищем. Но на суше их ласты практически бесполезны. Им приходится передвигаться на брюхе, подобно гусеницам. Их мех может быть белым, черным или коричневым. У тихоокеанских тюлени пятнистая краска, незаметная на галечных пляжах побережья. Подобная маскировка жизненно необходима, так как тюлени проводят половину жизни на суше. В брачный период они собираются группами на берегу. Обычно эти любящие уединения животные держатся на расстоянии от сородичей. Если речь не идет о размножении и вскармливании щенков, они не общаются, а наоборот стараются избежать контакта. Тюлени покидают воду, когда приходит пара линьки. Во время каждого периода спаривания тюлени сменяют весь мех в течение месяца. Линька необходима для терморегуляции под водой. Подкожный жир является естественной теплоизоляцией. Но непромокаемый мех – это дополнительная защита от замерзания в ледяной воде. После завершения линьки тюлени возвращаются в воду. Их большие черные глаза, защищенные слизистой пленкой, прекрасно видят под водой. Под водой тюлени слышат в 14 раз лучше, чем на суше. В холодной воде их сосуды сужаются, замедляя ток крови к коже. Частота сердцебиения сокращается со 100 ударов в минуту до 10. Это уменьшает теплопотеи до минимума. Тюлени-хищники. Они ищут еду на мелководье у леса Грейдбер. Они охотятся на рыбу, креветок, головоногих, например, кальмаров и других беспозвоночных. Тюлени хорошо приспосабливаются и всегда находят чем поживиться во время прилива. Неподалеку большая группа севучей устроила лежбище на пляжах этого удаленного острова. Севучи крупнее тюлени. Гривы у них заметно гущие, а ласты длиннее. Они обычно занимают прибрежные возвышенности, располагаясь на ступенчатых скалах. Севучи опираются на ласты, поднимают туловище и ходят по камням, прежде чем нырнуть обратно в воду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Севучи опасаются заплывать в водах, где обитают косатки, или в реки, где хозяйничают гризли. Этот крупный медведь, хоть и объелся лососем, с удовольствием закусит и случайно попавшимся ему тюленем. На берегах рек у гризли нет берлог, где можно заночевать. Вместо этого они выкапывают убежище в песке и спят в тени густых кустарников, укрываясь от жары. Их образ жизни зависит от сезона. С июня по август гризли в основном заняты поиском пищи. Они едят корешки и клубнеплоды, мощными лапами выкапывают муравьев и личинок. Их когти рыхлят почву, насыщая ее азотом, что способствует росту растений. Съеденные плоды и семена проходят через их пищеварительную систему и распространяются по территории дождевого леса. В сентябре медведи когтями вытаскивают лососи из воды. Лапы у них размером со сковороды, а когти величиной с человеческие пальцы. Гризли отлично экипированы для рыбалки. Этим они и занимаются. Медведи иногда так концентрируются на еде, что почти не обращают внимания на то, что происходит вокруг. Гризли видят в цвете, но зрение у них довольно слабое. На охоте их выручает невероятно острое обоняние. Расстояние, на котором гризли может уловить запах, в сто раз больше, чем у человека. Нос с миллиардом рецепторов чует еду на расстоянии полутора километров. Их нюх выполняет и социальную функцию. Медведи, так же как собаки и волки, с помощью экскрементов и мочи метят важные зоны и отслеживают чижаков на своей территории. Их запах остается на ветках и траве. Гризли также оставляют пахучие сигналы в воздухе. Для медведей это сродни возможности узнавать новости из утренней газеты. У них хороший слух, схожий с человеческим. Хотя гризли живут поодиночке, у них все же есть иерархия. Возраст, размеры поведения определяют социальное положение. Медведи могут прожить до 30 лет в природе, но большинство не живет больше 25 лет. Жизнь медведей непроста. Они страдают от болезней, дерутся с другими гризли и сталкиваются с самыми опасными существами на планете – людьми. Хотя медведи-гризли можно встретить в лесных массивах, на альпийских лугах и даже в степях, они предпочитают держаться возле рек и ручьев, которые обеспечивают их необходимой для выживания пищей. Медведи странствуют, чтобы максимально использовать имеющиеся природные ресурсы. Взрослый самец может за свою жизнь исследовать территорию площадью более 5000 квадратных километров. Это половина острова Гавайи. Зона передвижения медведиц не столь широка. Площадь их владений редко превышает 1300 квадратных километров. Но ареалы гризли сокращаются. Когда в 1804 году экспедиция Льюиса и Кларка впервые обнаружила медведей, они были распространены по всему Западу. В то время более 50 тысяч медведей бродили по великим равнинам Северной Америки. Прибывшие поселенцы оттеснили медведей на Запад. Охота, вырубка лесов и добыча полезных ископаемых едва не привели к исчезновению легендарных гризли. Всего за 200 лет количество гризли, обитающих в континентальных штатах Америки, включая отдаленные горные регионы, сократилось до полутора тысяч особей. Сегодня в США гризли находятся под угрозой исчезновения и охраняются законом. Одним из последних убежищ гризли является дождевой лес Грейтбеер. Хотя наибольшее количество медведей можно встретить в штатах Вашингтон и Айдаха, большая часть популяции североамериканских гризли сейчас находится в Грейтбеер. На Аляске популяция гризли крупнее. Она держится на отметке 30 тысяч особей. В дождевом лесу Грейтбеер гризли в два раза меньше, но в Канаде охотиться на них все еще разрешено законом. Наравне с гризли, многие животные здесь пострадали от вторжения человека в их среду и действий охотников. Горбатые киты могут чувствовать себя тут в безопасности, так как находятся под защитой. Этот горбач нашел уединение в зарослях бурых водорослей. Он трется о них, кажется, только ради удовольствия. Крайне редко можно застать кита в таком спокойном состоянии. Он неспеша наслаждается прикосновением водорослей к коже. А неподалеку, в волнах прибоя, можно наблюдать еще одно чудо природы. Крайне редко можно застать кита в таком спокойном состоянии. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Медведи проходят мимо заводи и с уже отнерестившейся гибнущей рыбой. Ею займутся орлы и морские птицы. После многих недель круглосуточного обжорства гризли выруют углубления в склоне холма, которые послужат им берлогами на зиму. Впав в спячку, они могут замедлять свой пульс и меболизм и жить за счет накопленного осенью жира. Обычно сердце гризли совершает 40 ударов в минуту. Зимой этот показатель снижается до 8 ударов в минуту. Они лежат неподвижно, чтобы экономить энергию и даже не производят отходы жизнедеятельности. Во время спячки самка медведя может родить детенышей, так и не проснувшись. Но пока пир продолжается. В этом диком раю жизнь течет так же, как и тысячи лет назад. А природные чудеса случаются каждый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова